Всем привет! С вами Роман Сафронов и в сегодняшнем выпуске мы поговорим с вами о том, что нас ждет в июне. А именно, какие энергии будут преобладать в окружающем пространстве, в нашей жизни, ну и даже глобально в нас на время июня. Июнь будет простроен энергией 16-го аркана. Если вы не знаете, как выглядит карта Таро 16-го аркана, то смотрите вот сюда. Сейчас она появится, чтобы вы знали, как она выглядит и как она изображается. Ну и вообще напомню вам, что карты Таро являются настроечными таблицами и помогают нам включиться, помогают нам осознать те энергии, которые преобладают, которые проявляются в окружающем нас мире. То есть через определенные карты Таро мы можем узнать, какие энергии вокруг нас есть. И вот энергией июня будет как раз энергия 16-го аркана. Многие могут испугаться или многие могут сказать, аааа, это же энергия кармы, это же энергия башни, там молния хлещет и бьет в башню. Но на самом деле не надо переживать, не надо пугаться, потому что каждая энергия, она по факту нейтральна. И вопрос в том, как мы ее используем, вопрос в том, как мы в нее включаемся и что мы с этой энергией делаем или не делаем. И поэтому в июне вам необходимо будет делать определенные вещи, обратить внимание на определенные структуры, состояния, на определенные действия для того, чтобы экологично, эффективно и хорошо прожить этот самый июнь. Для того, чтобы он для вас был ресурсным и эффективным. И если вы будете двигаться в потоке энергии 16-го аркана, если вы будете находиться в резонансе с этой энергией, с этим потоком, то в вашей жизни все будет прекрасно и все будет случаться хорошо и экологично. Итак, на что же нам следует обратить внимание в июне, так как июнь будет находиться во власти, в преобладании энергии разрядки. По факту, давайте вот так вот скажу, 16-й аркан это энергия разрядки. И поэтому, используя ее, мы будем разряжаться. Важно обратить внимание на следующее. Если у вас есть какие-то долги, если у вас есть какие-то негативные отношения, или же у вас есть обиды, ссоры, горечи, то следует в июне их начать закрывать. Во-первых, этот месяц будет как раз помогать это делать и энергии этого месяца. С другой же стороны, так как энергия 16-го аркана проявляет для нас определенные внутренние заряды, проявляет внутреннее напряжение, которое есть у каждого, нам важно эти напряжения не только найти, но и их, конечно же, убрать, растворить, разрядить. И, с одной стороны, если мы этого делать не будем, то они начнут нас накапливаться, становятся жестче, может быть, даже взрываться и нести этот самый негатив. Но если мы их осознаем и находим, то тогда мы имеем возможность их растворить и себя разрядить и распрямить. Поэтому энергия разрядки как раз в этом нам будет помогать. И поэтому же вам и следует двигаться в этой самой энергии, быть с ней синхронен. Ну и, конечно, если у вас есть обиды, если у вас есть, как я говорил, какие-то незавершенные дела или же напряжение с людьми, с компаниями, начните осознанно сами их разряжать, прежде того, как это начнет делать мир. Значит, первое, мы убираем и избавляемся от таких вот напряжений во взаимодействии с разными людьми. Второе, что необходимо сделать? Необходимо начать в июне активно работать со своим телом, активно работать со своей тушкой, работать с тем, что вас облекает. Каким образом? Лучше всего заняться йогой, заняться пластикой, заняться растяжками, ну и, конечно, заняться массажем. Июнь очень благоприятен будет для вас, если вы будете разминаться, растягиваться, заниматься йогой, массажем. И таким образом, как раз накопившуюся в теле заряды, напряжение вы будете снимать. В июне, кроме телесных практик, кроме растяжек йоги, я вам еще настоятельно рекомендую заниматься медитациями. Потому что погружение в себя – это остановка такого нашего очень скорого и быстрого течения жизни, нашего бега постоянного. А 16-й аркан не очень любят, когда мы пытаемся куда-то бежать с нами о голову. То есть это месяц более размеренный должен быть, так как он наполнен энергией 16-го аркана. Если мы синхронизируемся с его потоками, а они достаточно плавные и медленные, то есть сначала идет накопление-накопление определенного заряда, а потом – бац, резкий взрыв. Так вот, если мы находимся в постоянном, в таком, знаете, пластичном движении, немножко замедленном, немножко вальяжном и спокойном, не делаем рывков, у нас нет вот этого более мощного и сильного разряда. То есть мы не вызываем сильное напряжение и искру молнии. Поэтому лучше всего в июне стараться действовать плавно, пластично, спокойно, размеренно и даже где-то, может быть, медленнее, чем вы обычно привыкли. Также еще хочу напомнить, что медитации как раз позволяют нам погрузиться внутрь себя, найти то самое внутреннее напряжение, которое мы имеем, и через энергии, через потоки, через внешние силы, тот же самый 16-й аркан. Эти напряжения заранее разрядить и чувствовать себя легкими и свободными. Четвертая вещь, которая будет происходить в июне – это снятие наносного, это определенные моменты прихода к себе или же видение того, что находится за масками, что же скрывается за определенными словами, за определенными действиями, за определенным таким вот наносным флером. Поэтому, если вы хотите экологично и хорошо проживать июнь, постарайтесь в этот период носить как можно меньше масок. Не физических, а ментальных, энергетических, таких, знаете, психологических, когда вы кого-то из себя строите. То есть старайтесь быть просто собой. Также, если вы видите, что перед вами человек выпендривается, или же наоборот, что-то там из себя пытается проявить того, чем он не является, не ведитесь, не зацепляйтесь на это. Просто позвольте ему проживать его энергию, его жизнь так, как он захочет. Ну и еще, что бы я хотел сказать по поводу 16-го аркана месяца июнь – это то, что он нас будет сподвигать на определенные напряжения, на определенные такие подталкивания к действиям. То есть этот месяц может быть достаточно напряженным, достаточно импульсивным. Нам важно не вестись на эти импульсы, на это напряжение, а продолжать находиться в таком более вальяжном, расслабленном состоянии. Но еще раз чувствовать, где у меня возникает напряжение, например, внутри меня или же вокруг меня, и сразу это напряжение пытаться разрядить. Вы это можете сделать через энергии, если знаете как, через медитации, или же можете сделать просто словами. Я нахожу свое напряжение, я чувствую свое напряжение, и я позволяю этому напряжению себе расслабиться. Прямо находите его внутри себя, находите его вовне, и своим сознанием и вниманием старайтесь это напряжение расслабить. Так, чтобы оно потом не вышло наружу какими-то не очень экологичными, хорошими вещами. Ну и последнее. Я хочу напомнить вам, что после любой бури, после любой непогоды, после любого напряжения всегда происходит а. разрядка, и б. свобода, освобождение, легкость. И даже после самого мощного тайфуна или грозы выходит солнышко. Поэтому если вдруг вы почувствовали это самое напряжение, ускорение, ощутили, что начинают сверкать молнии в вашей жизни, или же какая-то карма происходит с вами, с вашими близкими, или же с вашей жизнью, то я рекомендую вам вспомнить о солнышке. И выйти на улицу, посмотреть в небеса, и видеть, что солнце всегда светит. И что вы можете от него подпитаться. И если вдруг вас начинает накрывать в июне 16-й аркан, если в июне вас начинает накрывать энергия разрядки, то почаще выходите на солнышко, вставайте перед ним, поднимайте руки и глаза вверх, настраивайтесь на это солнце и напитывайтесь его энергией, напитывайтесь его теплом. Солнце будет как раз помогать очень легко, экологично, и просто проходить все напряжения, проходить все перипетии 16-го аркана, ну и чувствовать свободу, освобождение, большую легкость, разрядку, и быть в синхроне с энергией месяца года. На этом все. С вами был Роман Сафронов. До новых встреч. Пока.